Я приглашаю к выступлению Юлию Золотову и Игоря Саенкова. Компания ВПС и я и BIM, они сейчас нам расскажут про интеграцию BIM 360 и замечательной разработки Microsoft HoloLens. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Мы бы сегодня хотели представить опыт нашего проекта, в котором использовался BIM 360, пробовалась технология Microsoft HoloLens для контроля строительства и также готовилась модель для эксплуатации. Давайте немножечко расскажем о нас. Наша компания BPS имеет несколько подразделений. Одно из подразделений находится в Москве. В основном ее представляет компания iBIM, которая в принципе Autodex сообществу хорошо знакома. Это признанный BIM лидер в России, лидер по управлению инвестиционно- строительными проектами и по применению BIM технологий. Наша же компания BPS находится в Мюнхене и мы занимаемся в основном проектированием. Проектированием в сотрудничестве с немецкими компаниями, крупными генпроектировщиками, генподрядными организациями. Некоторые из них представлены на слайде. И сегодня я бы хотела рассказать про интересный проект для компании BMW, который мы разрабатывали вместе, выполняли вместе с компанией Светельские. Это один из самых крупных немецких генподрядных организаций в Германии и в Австрии. Собственно, этот проект, коротко об этом проекте. Проект объемом 33 тысячи квадратных метров. Это такое гибридное здание, которое включает в себя зону для автомобилей, для расположения автомобилей и мототехники. Также зона офисов и зона общения с клиентами, зона продаж. В этой модели, в этом проекте одной из основных сложностей было подготовить модель к обслуживанию системой SAP PM, то есть это Plant Maintenance, которую использует фирма BMW для эксплуатации. Также в этом проекте было предусмотрено проектирование с помощью BIM-технологий, координация на основании модели, определение объемов на основании модели, контроль сроков 4D, 5D BIM и контроль строительства, контроль строоплощадки. Так как компания Светельский, наш непосредственный заказчик генподрядной организации, они понимают, что для них BIM и наличие BIM-модели настройки это возможность эффективно проводить контроль строительства, что мы в этом проекте вместе с ними и попробовали. Расскажу об этом чуть позже. Про объектное проектирование. Так получилось, что на этом проекте мы, к сожалению, достаточно поздно попали в проект, начали сотрудничать с фирмой Светельский и в принципе проектирование архитектуры и инженерных систем сначала выполнялось в стандартном исполнении в форме 2D документации. Но так как BMW сейчас активно очень тенденция у BMW идет в сторону BIM-технологий, они все хотят, так как они активно эксплуатируют свои объекты недвижимости и применяют современнейшие технологии для эксплуатации, они требовали, согласно договору, наличие BIM-модели, причем не просто модели, а S-билд модели, потому что все мы понимаем, что для эксплуатации, если эта модель не S-билд модель, если это не модель, если эта модель не соответствует один к одному построенному объекту, то она не имеет совершенно никакой ценности. Поэтому Светельский подключил нас, как компанию с большим опытом по BIM-проектированию, к выполнению этого проекта. Мы подняли документацию, 2D-документацию в 3D, моделирование выполнялось в Autodesk Revit, наш любимый инструмент. Естественно, модели между собой были увязаны с помощью стандартных Revit-инструментов. После того, как мы это сделали, естественно, мы выкатили нашему заказчику огромные отчеты об ошибках, о коллизиях, о каких-то пространственных коллизиях, где недостаточно зоны для обслуживания оборудования. Все эти проверки выполняли с Autodesk Navisworks, тоже стандартный инструмент для нас. После того, как этот отчет был принят компанию Светельский нашим заказчикам, мы эту модель переработали. То есть мы исправили все коллизии, исправили инженерные решения там, где места для обслуживания было недостаточно. И таким образом проект был скоординирован не совсем оптимальным образом. Лучше бы было, если бы мы выполняли проектирование изначально с помощью Revit. Но, к сожалению, лучше так, чем никак. Хорошо, хоть так они нас подключили. Мы навели порядок в их проекте. Соответственно, для координации и для работы по проекту использовался BIM 360. Для организации совместной работы все специалисты были подключены через облако, работали на BIM 360. Все лицензии в таком случае, естественно, раздавала компания Светельский, как генподрядчик и организатор проекта. Они предоставляли нам, генпроектировщику, проектировщику, свои лицензии. Это нам очень помогло. BIM 360 нам очень помог, на самом деле, в этом проекте. Это был первый проект, где мы использовали, пожалуй, основные и самые главные возможности BIM 360. Ну, во-первых, это, естественно, организация совместной работы. Сравнение версий. Потому что, например, когда мы говорили о правке модели, нам приходилось сравнивать версии до правки коллизий, после правки коллизий. Некоторые места приходилось смотреть отдельно, чтобы показать заказчику, как было до, как стало после, чтобы они могли, соответственно, оценить проектные изменения. Архивация документации, обмен данными. Все в этом BIM 360 прекрасно себя доказал. Здесь мы всегда его характеризуем, как такой single source of truth. У нас есть одно место, к которому обращаются все участники проекта, и у нас нет никакой коллизии в том, что кто-то хранит проектные данные на Dropbox, кто-то хранит их на Google Диск, еще где-то, еще где-то, те на локальных серверах. В этом проекте, слава богу, это было исключено. Все работали с BIM 360. Здесь, конечно, очень важно то, как генподрядчик себя ведет, потому что, естественно, вот эту тенденцию на использование такой платформы должна идти от него. Он главный бенефициар от внедрения этой технологии. Он должен эту тему форстировать, закупать лицензии, раздавать лицензии. 4D, 5D выполнялась с помощью Synchro Pro. На этом не будем заострять внимание. Давайте поговорим про обслуживание объекта и про подготовку модели к обслуживанию. Я должна сказать, у нас в нашей компании есть еще одна компания, которая занимается фасилити-менеджментом. Мы обслуживаем наш собственный объект недвижимости, наш бизнес-центр Country Park, который находится в Химках. И у нас есть некоторое представление о том, как обслуживание объекта должно производиться. Это нам часто помогает в моделировании проекта, в проектировании, потому что мы знаем, какая информация в принципе должна быть заложена в свойства для того, чтобы облегчить и сделать более эффективной работу обслуживающей компании. Но с системой SAP ERP, которая предусмотрена в этом проекте, мы не работали ни разу. Это был пилотный проект, где мы готовили модели именно для системы SAP. И далее я бы хотела поделиться с вами о том, как мы это реализовали. Это был такой брейнсторм вместе с нашим заказчиком, с BMW, с Вительски. Мы сидели вместе, они озвучивали свои пожелания, то, как они хотят использовать модель в SAP. И мы думали, как же нам продумывали стратегию, как нам обеспечить максимальную эффективность из использования. Если у вас есть какой-то опыт с SAP и с подготовкой модели к SAP, я буду очень признательна, если вы поделитесь, расскажете, потому что, возможно, мы не так эффективно сделали, как могли, как можно было бы. Поэтому, если у вас есть опыт, которым вы можете поделиться, буду признательна. Значит, зачем BMW SAP PM? В принципе, обещать не надо. Как любая программа для обслуживания проекта, она подразумевает то, что мы производим обслуживание объекта более быстро, более эффективно. Что требует система? Система требует определенную маркировку оборудования. Для чего это нужно? Потому что все сообщения о неисправностях, заказы на ремонт, периодическое техническое обслуживание, инспекция технических систем, а также распределение расходов на техническое обслуживание, каких-то сладких материалов и внешних услуг. Все эти задачи, которые генерируются в SAP, они обязательно привязываются и должны быть привязаны к элементам, к объектам, к построенному оборудованию, чтобы обеспечить вот эту вот связь. Как раз и разработана была система обозначения, сокращенно АКС. Эта связь обеспечивалась за счет генерирования уникального ключа. Этот уникальный ключ связывает объект, соответственно, в построенном объекте, справа на скриншоте, с объектом фанкойл, с объектом в модели, с этим же объектом на плане, этим же объектом в прочей документации, в каких-то списках, документации по оборудованию иной. У этого ключа есть определенное, естественно, кодирование. Это не свободная форма. Есть определенная система кодирования, которая включает в себя совершенно четкие позиции и сокращение по этим позициям. Сначала, например, первые две цифры, здесь в качестве примера 52, это регион завода в Бразилии. У каждого завода для каждой страны есть своя номенклатура, классификация. Дальше буква F. Это специфический просто код в SAP PM для facility management, то есть facility обслуживания. И так далее. Часть здания, к чему относится, тип системы. Таким образом набирается вся классификация для данного оборудования. Что ценно, что позволяет эта система обозначения, она позволяет создать определенную иерархию. Вот, например, сверху первой линии mobile equipment мы видим, что у нас есть оборудование, есть какие-то мобильные части, части, которые от основных деталей отделяются. И тогда эти части, они маркируются с более коротким, но с той же самой кодировкой. И это позволяет нам выстроить иерархию элементов между собой, иерархию оборудования, вложенного оборудования, какого-то сменного оборудования. Также эта же кодировка затем располагается на чертежах, на самом элементе построенном, на чертежах, в каких-то других документах. Вот тоже в качестве примера. Здесь видно, справа мы видим отображение списка элементов в системе SAP. Например, кодировка F10, т.т.т. Эта же кодировка преследуется на чертежах, но в более сокращенном виде, потому что нам не надо уже… Некоторые элементы этой кодировки не нужны. Нам необходимо знать именно информацию. 030 – это часть здания. ВП – это сокращение, что это за тип оборудования и так далее. Эта же кодировка идет в списках, в спецификациях оборудования. Таким образом, у нас появляется связь оборудования между собой и появляется связь оборудования, построенного оборудования на плане, оборудования в спецификациях, что очень ценно. Следующей задачей было, собственно, понять, как нам эту кодировку в модели разместить. Для того, чтобы это сделать, мы пошли по такому пути. Из модели были сгенерированы спецификации. Эти спецификации были переданы компанию BMW, у которых есть, собственно, это программное обеспечение SAP. В эти спецификации с помощью SAP-программ были сгенерированы уникальные ключи, которые затем мы сделали параметром. То есть мы вот эти ключи перенесли в Revit в свойства. Параметр, который мы сами создали, назвали его BMW UUID. Также, да, вот здесь тоже в панели свойств элементы, видно этот ключ. Вот он нижний. И таким образом у нас получилось, все наши спецификации оборудования, которые были созданы в модели, оказались заполнены этим уникальным номером, ключом SAP, ключом идентификатором. Следующей задачей, обозначенной в BMW, было связать оборудование с помещением, в котором это оборудование находится. Потому что, когда мы получаем какое-то сообщение о неисправности оборудования, нам важно не просто понять, что это за оборудование, но где оно находится, сформировать кратчайший путь к этому оборудованию. Для этого каждое помещение было присвоено свой ID, и всем элементам, которые находятся в этом помещении, был унаследован этот параметр. То есть у нас помещение X, у оборудования, там, фанкойла, раковины, не знаю, еще какого-то насоса, у всех этих трех элементов будет тоже параметр X. Таким образом связали помещение и оборудование, которое в нем находится. Ну и кроме этого, естественно, BMW был передан нам список технических параметров, технических свойств, которые должны в оборудовании присутствовать, и которые должны быть заполнены техническими данными из документации. Вот, собственно, таким образом мы подготавливали модель к обслуживанию. Если у вас есть какие-то пожелания, предложения, буду рада выслушать. Собственно, после того, как модель была подготовлена, она была передана заказчику. Но прежде чем вся эта параметризация, она, естественно, выполнялась частично параллельно, частично после того, как была создана модель S-Build. Для создания модели S-Build использовались отчеты, которые были получены со стройки. На стройке применялся инструмент BIM 360 Build и модуль BIM 360 Field, который отслеживал все расхождения. То есть все расхождения модели и построенного объекта фиксировались с помощью issues и с помощью задач в BIM 360 Field. Я очень просила Светельский предоставить мне отчеты, но, к сожалению, в связи с NDA я не могу вам их показывать. Буквально покажу пару слайдов построенного объекта и отображения этих участков в BIM 360 Field. После того, как объект был окончательно построен, мы получили все отчеты с фотофиксацией всех мест с расхождениями. Мы получили облако, которое было выполнено компанией Светельский нашим заказчиком. И с применением облака и вот таких зафиксированных расхождений была выполнена из Build-модель. Довольные работники компании BMW, которые, кроме всего этого, еще и попробовали Microsoft GaloLens, которые мы тоже бы вам хотели показать сейчас. Microsoft GaloLens позволяет просмотреть модель в режиме argumented reality или virtual reality, дополненной реальности. Ты подключил, да? Можно вас попросить подключить ноутбук? Пошло. Этот проект, он был такой пилотный. Мы тут с удовольствием пробовали все инновационные инструменты, в том числе попробовали вместе со Светельски применение Microsoft GaloLens для, первое, контроля строительно-монтажных работ, второе, на перспективу для обслуживания. Безусловно, технологии это еще требует доработки. И с точки зрения просто-напросто физического использования очков есть некоторый ряд неудобств физических. Вот это предыдущая версия, сейчас есть более новая версия, но предыдущая версия достаточно тяжелая. Вы можете попробовать после презентации на стенде iBeam их использовать. Они достаточно тяжелые, и настройка очков требует некоторой… Во-первых, производительность интернета хорошей, что сейчас, я так понимаю, вызывает некоторые затруднения. И второе, некоторые сноровки. Лично у меня, когда мы этой темой начали интересоваться со светильски, пробовать у меня ушла неделя, чтобы научиться правильно их разместить на голове, чтобы все было видно, запускать модель, смотреть модель. Вот сейчас мы находимся в модели, и на потолке видно элементы инженерных систем. Когда мы находимся на стройплощадке, мы, естественно, привязываем элемент модели к элементам реальным, к элементам уже построенным, смонтированным, для того, чтобы проконтролировать, какие элементы построены, какие элементы смонтированы, какие нет. Их монтаж соответствует модели или нет? Он нас устраивает или нет? То есть мы можем проставить различные статусы. Ну вот, что-то вылетает. Сейчас еще раз. Третья попытка с разными настройками. Очень хотелось вам это показать. Компания BMW тоже, в общем-то, эту технологию опробовала. Я надеюсь, что когда-нибудь технология даст нам возможность без труда использовать модель и с помощью не только BIM 360 планшетных приложений, но и с помощью дополненной реальности. Вот здесь видно, как Игорь сейчас выделяет некоторые элементы. И этим элементам он присваивает разные статусы. Там желтый, зеленый, красный. Текст я не вижу, Игорь. Что там написано? Три статуса в прогрессе, выполненные замечания. Да, ну то есть таким образом можем замаркировать, промаркировать оборудование и вести некоторую отчетность по монтажу. В принципе, технологии движутся вперед. На данный момент выпущена более современная версия очков, которая пока что была недоступна для покупки в России. Надо поинтересоваться, может быть, уже и появилась. Они в два раза легче, в два раза более продуктивнее. Я думаю, что в два раза дороже. Ну, пока еще мы не смогли их приобрести. Приобретем, попробуем, поделимся на следующем АЮ. Если у вас есть интерес попробовать, пожалуйста, подходите на стенд iBeam, попробуйте, посмотрите модель. Да, спасибо. У меня все. Если есть какие-то вопросы, мы будем рады с Игорем на них ответить. Так, вопросы есть. Скажите, пожалуйста, на прошлом или позапрошлом в Autodesk University BPS сказала, что используют в своих моделях классификатор COBI. Почему в этот раз вы не отошли от этой практики и не использовали COBI формат? Потому что здесь мы предлагали BMW, мы показывали BMW COBI таблицы, мы показывали, что мы можем таким образом передать данные в SAP, но, к сожалению, они сказали, что это лишняя работа, и давайте мы просто поступим так, как было сделано на данный момент. То есть, естественно, COBI – это гораздо большая работа, чем было сделано здесь. Это гораздо большая работа, которая затем на стадии обслуживания отдает гораздо больше преимуществ. Но, естественно, заказчик, кто они, если это не в наших было интереса тратить слишком много времени на то, чтобы сделать COBI. Поэтому мы пошли таким путем. А вообще COBI формат у вас используется в других проектах? В некоторых проектах, да, мы его использовали. Но мы его использовали как проектировщики. То есть, мы из наших проектов выдавали COBI таблицы. Как они после этого жили у наших заказчиков, что с ними происходило на стадии фасилити менеджмента, к сожалению, нам неизвестно. А еще какие-то примеры использования фасилити менеджмента с вашими моделями у вас есть? На что-то можете еще дать ссылку? Ну, могу порекомендовать Планон, просто как инструмент, потому что у них, на мой взгляд, самая хорошая интеграция между Revit и, собственно, софтом для обслуживания, потому что они работают бидирекционально. У нас есть возможность открыть модель в Revit, открыть модель в Планоне и, соответственно, через синхронизацию и плагин в Revit обмениваться данными, то есть актуализировать данные в эксплуатационной модели путем апдейта ссылки в Revit. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день. Воробьев Дмитрий, компания BIM2B. Подскажите, а как вы в HoloLens победили порог по полигонажу при запуске модели? На самом деле он не побежден. Это делается фильтрацией. Вы открываете небольшой кусочек, только, да? Небольшой кусочек, да. То есть мы можем использовать всю модель, но каждый раз, когда мы открываем ее в HoloLens, мы используем какой-то фильтр, который ограничивает количество элементов. Понятно. По поводу вторых HoloLens, ну, просто тоже с ними работал. Могу сказать, что Microsoft в принципе запретил продажу их сторонним организациям, кроме как разработчикам софта внутренним. Спасибо за вопросы. Надо, кстати, сказать, что в принципе всю модель загружать в HoloLens в принципе не имеет смысла. То есть у нас есть некоторые зоны, которые обслуживаются, и эти зоны, наверное, имеют смысл именно передавать, а не всю модель целиком. Спасибо за презентацию. Александр НТЦ Эталону. У меня два вопроса. Один такой красненький. Первичный идентификационный код с помощью Динамо элементом назначали? Нет, просто с помощью этого Excel Import Export. Мы экспортировали спецификации в виде Excel таблиц и потом обновили их через Excel Import в наших Revit моделях, поэтому без Динамо. С помощью Динамо мы присваивали идентификатор элементам модели, которые в этом помещении находятся. Потому что, например, почему-то, я не знаю, почему, вопрос к автодесскому, почему-то базовой этой функции нет. То есть есть некоторые оборудования, как противопожарные клапана, у которых обязательно должен быть параметр помещения. То есть это принципиально важно знать, в каком помещении какой клапан находится. Но, к сожалению, базово, штатно это нет унаследования. Понятно. И второй вопрос, возможно, более такой обширный. Как эксплуатирующая организация с информацией работает? Может ли она с ней взаимодействовать, изменять и сохранять это все? Все модели, согласно договору, передаются заказчику. Я исхожу из того, что все эти модели будут переданы компании BMW эксплуатирующих компаний. Если это будет происходить так, если BMW передастся модель эксплуатирующих компаний, что я думаю будет происходить, иначе смысл бы с этим заморачиваться, тогда я думаю, что рассчитываю на то, что они будут ее использовать. Через ревит вносить изменения? Или через что? Изменения? Ну, наверное, через ревит, да, потому что других способов я не вижу. Ну, я вот это и хотел услышать. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? У нас еще есть три минуты. Добрый день, Рискина Ольга. Добрый день, Рискина Ольга. У меня вопрос следующий. Сколько этот проект, и можно, если поэтапно, длился от поднятия в 2D ревит и так далее, и, я так поняла, параллельно со строительством, да? Сопровождение строительства. Вот по времени можете немножко сказать? Так. Вспоминаю. Значит, полгода мы его поднимали, координировали, апдейтили проект. Вот 33 тысячи метров. 33 тысячи квадратов. Не очень большой и не очень сложный. С точки зрения насыщенности систем, он был, ну, такой, средней сложности, я бы сказала. Полтора года, год велась стройка. Она сейчас заканчивается. Я думаю, что на данный момент ведутся интерьерные работы, мобилирование. Вот этот этап. Ну, вот примерно вот такой срок получается. Два года проект уже. Без дизайна проекта, да? Без дизайна. Без дизайна. Спасибо. Коллеги, у нас осталось время на последний вопрос. Есть у кого-нибудь? Если что, стендайбим. Да, если что, есть стенд. Ну, тогда заканчиваю ваше выступление. Спасибо большое, Юлия. Спасибо большое.